Ну а перед началом данного крутого офигенного видеоролика, я, ребята, разыграю один голд пасс. Чтобы её получить, тебе надо прямо в эту секунду поставить огромный лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий плюс свой айди. А также, самое главное, смотри это видео без перемоток. Ну что же, а мы идём дальше. Всем привет, кент на проводе, и сегодня, ребята, мы поговорим о будущих обновлениях в игрушке Stand Off 2. Вся информация взята из открытых источников официальной группы. Так что, ребята, всё это проверенная инфа, и всё это должны добавить. Так что, ребята, кто ждёт обновления, поставьте лайк, а мы начинаем. Вы меня че... Ну и давайте по порядку. Первое обновление, которое обещают добавить в ближайшие месяцы, это, ребята, рейтинговые игры. Что это такое, и с чем его едят, я вам сейчас всё расскажу. Чем лучше вы играете, то тем выше у вас ранг. Чем хуже вы играете, то тем ниже у вас ранг. Это, ребята, очень классно и очень удобно, потому что на данный момент есть медаль ветерана. Но даже если ты полный нуб, но просто задрот, ты сможешь получить эту медаль. Но в чём же суть рангов? Тут ты не сможешь получить просто так самый крутой ранг, потому что если ты нуб, то у тебя будет нубский ранг. Тут всё, ребята, зависит от количества убийств и от количества смертей. Поэтому это очень круто и очень классно. Также данное обновление откроет огромные просторы для всех ютуберов и стримеров. Потому что можно делать стримы, например, АПМ Глобала. Или, например, Дуэль против Беркута и тому подобное. И это, ребята, будет очень классно и очень круто. И, честно говоря, игрушка выстрелит вверх. Это однозначно. Также планируют ввести одно сладенькое обновление под названием Обновлённый интерфейс. Вы просто посмотрите на эту прелесть. Как же всё круто и лаконично смотрится. Вот, честно говоря, я, ребята, раньше играл в Block Strike. Так вот, я считал, что в Block Strike и, в принципе, нормальный интерфейс. Потом я перешёл в стенд-офф. Я считал, что в стенд-оффе уже офигенный интерфейс. А теперь планируют вот этот офигенный интерфейс сделать ещё более офигенным. У меня нету слов. Просто пять с плюсом. Также самое приятное, что теперь вот этот список игроков в лобби, он будет закреплён справа. И я смогу спокойно лазить по меню. Если я всё правильно понял, то будет именно так. И это, ну, охренеть как удобно. А теперь максимальное внимание. Потому что то, что покажу сейчас, это полностью перевернёт всю механику игры. Это, ребята, планируют добавить трейды. Вы просто на это посмотрите. Знаете, что означает трейды? Нет, ребят, я не кланю к тому, что вы мне будете дарить скины или ещё что-то. Нет, нет, нет. То, что будет куча рулеток и куча сайтов с автовыводом. И это будет очень-очень удобно. Потому что вам будут просто через обмен, через трейд отдавать ваш скин, который вы выиграли. Если эти рулетки не будут банить, то, ребята, эта игра, ну, станет, не знаю, на ротоп 1 по популярности. Это прям как CSGO. Точно так же можно будет играть и выводить скины. Ну, блин, ну это же классно. Кто считает так же, напишите ваше мнение именно по поводу данного обновления в комментариях. Ну, а теперь то, чего все игроки ждали больше всего. И это не видеокента. Это, внимание, добавят кланы. Как же это офигенно. Вы просто, ребята, посмотрите на этот клан. Во-первых, видно, кто глава клана. Видите, у него такой особенный значок. Дальше видно онлайн клана. Также в клане можно выдавать роли. То есть я могу дать, грубо говоря, своего заместителя. Там, какого-то модератора. И тому подобное. То есть, есть три роли. И можно приглашать в клан. Исключать с клана. Назначать роли. Менять значок. То есть, еще клану можно сделать логотип. Это, честно говоря, это прям становится полноценным шутером. Как на ПК. Если не лучше. Не хочу никого обидеть. Конечно, вы можете сказать, мол, Кент, АПК. Так и сейчас есть кланы. Ребят, вы рофлите. Есть кланы. Но официально в игре их нету. И фиг пойми. То ли ты из клана Нави. То ли ты из клана Кента. Просто взялся, сделал приставочку БС. И ты уже из клана Кента. Ну и когда все это добавят. Вы, ребята, просто так мой клан не вступите. Потому что, черт возьми. Надо, чтобы я вас принял. А также есть одна идея лично от меня. Уважаемая администрация игры Stand of 2. Если вы меня смотрите. Я предлагаю добавить общую статистику клана. Чтобы был какой-то КД клана. Типа, сколько раз игроки клана умерли. И сколько раз убили. Это было бы очень круто. И было бы офигенно. И еще, еще небольшая идея. Это добавить статистику всех кланов. То есть, чтобы было видно. Какой клан самый крутой. Какой клан самый отстойный. Типа такого. Ну а теперь, давайте подведем небольшие итоги. Что же это будет. И как все это будет смотреться. Вот это, ребята, скриншот. Который скинули разработчики. В свою официальную группу. И тут мы видим. Видно ник игрока. Его медаль. Его звание. Дальше видно его друзей. Участников клана. Также видно обновленный интерфейс. Который, кстати, очень крутой. И в стиле минимализма вообще пушка. Также рейтинговые игры. Видно статистику по рейтинговым играм. И видно общую статистику. Так же, что немаловажно. Видно, с какого оружия ты сделал больше всего килового. Это тоже очень прикольно. Ну что же, в принципе, на этом все. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Нажмите на колокольчик. Это тоже очень важно, чтобы приходили всегда уведомления. Напишите в комментариях, какое обновление вам понравилось больше всего. И какое обновление вы будете ждать больше всего. Для меня это очень важно. Также, я миллион раз говорил. Вступайте в мою группу в ВК. Ребят, ссылочка есть в описании. Пожалуйста, вступите. Потому что там будет реально крутой конкурс на голд пасс. Еще один, прикиньте. Так что, ребята, вступайте в мою группу в ВК. Это очень важно. Ну что же, в принципе, на этом все. С вами был ваш Кенте ПК. Всем удачи. И всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok